Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава книги «Экклезиаста», перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала «Экзегет». Ну вот, первые две главы, такая загадка, почему же человек, проживший долгую и счастливую жизнь, так страдает в конце нее, говорит «все бессмысленно». А потому что он умрет, и потому что его труды достанутся другому, и невозможно ухватить вот это сиюминутное счастье. А можно только радоваться тому, что оно с тобой здесь и сейчас, помня о его хрупкости. Вот краткое содержание первых двух глав. Третья развивает эту тему. Вот первые две, они были про счастье, про то, что «Экклезиаста» — это человек, который, ну, все изведал, что только можно было изведать на радость себе. «Всему есть срок, есть время всякому делу под небом, время рождаться и время умирать». Ну да, это книга про смерть, в общем-то, да. «Время сажать и время корчевать, время убивать и время исцелять, время рушить и время строить, время плакать и время смеяться, время рыдания и время плясок, время разбрасывать камни и время их собирать». Ой, какой затасканный штамп, все вот любят это время собирать камни. «Время обнимать, время избегать объятий». О, про карантин написал. «Время искать и время терять, время хранить и время выбрасывать». При уборке дома очень хорошо. «Время рвать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Ну да, 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 мы согласны, а в чем смысл этого длинного перечня вещей? Вот есть разные занятия, разные состояния, бывает время для каждого из них. В чем смысл? Жизнь переменчива, то есть человек не в состоянии сам утвердить вот свое какое-то видение навсегда. Человек, его влечет этот поток событий. Он может только чутко прислушиваться ко времени, да. Вот сейчас время для чего? И вот здесь, пожалуй, Экклезиас наконец переходит от мрачного пессимизма к… Знаете, как это разные стадии принятия горя, да? Отрицание, гнев, торговля, потом принятие, депрессия еще по дороге, да. Вот такое ощущение, что эта книга, в общем-то, про принятие своей смертности. И здесь нет такой прям четкой схемы, да, от одного этапа к другому. Гнева, например, вообще не видно, депрессии довольно много. Вот что значит время делать одно и время делать другое? Это торговля, то есть, ну дай мне, Боже, немножечко пообнимать и пособирать, и построить, а потом можешь отнимать, рушить и разорять. То есть, не похоже, а скорее про то, что человек должен прислушиваться к тому, что вокруг него, что не он творец своего счастья, а он проживатель своего счастья, да, вот он может его упустить. Что пользовать человеку в его трудах, да, вот, кстати, развитие этой темы. Я видел работу, которую дал Бог людям на мучение, опять эта идея о том, что работая, мы мучаемся, вот, вот, правда, это не совсем верно, вот, если работа любимая, ее же делаешь с удовольствием, если для себя что-то делаешь очень ценное. А вот бывает и работа мучительная, а самое главное, что она не дает никогда вот того окончательного счастья. Вот, может быть, скорее способность подстроиться под то, какое сейчас время, поймать эту волну, что называется, она, может быть, даст, да и то вряд ли. Ну, все, что Бог сотворил, прекрасно во время свое. Вот. То есть, ты не можешь ухватить то, что тебе нравится, сделать его вечным, а ты можешь прислушиваться к тому, что происходит, присматриваться. И вот эту временную текущую красоту улавливать и быть ей причастным, вот это ты можешь. Вложил он в сердца людей и вечность, но от начала до конца человек Божий их дело не постигнет. Вот это удивительные слова. Вложил он в сердца их и вечность. То есть, у нас есть некий росток вечности, но мы не можем его до конца понять. А вот это уже надежда. Пожалуй, впервые Экклезиаста заговорила о надежде. Мы не понимаем, но, значит, она может раскрыться неожиданным для нас образом. И узнал я, что нет для людей нового счастья, кроме как веселиться и наслаждаться, пока они живы. Если человек ест и пьет, если он извернул счастье в трудах, то это дано ему Богом. Слушайте, ну вот когда человек просто ест и пьет, ну мы же не уважаем такого человека. Мы думаем, ну что он жизнь прожигает, да? Нет бы занялся чем-нибудь полезным. А Экклезиаст говорит, да нет, смотрите, вот счастье это жить полной жизнью. В том числе есть, в том числе пить. Но только что у нас был длинный список разных событий и действий, и для всего есть время, да? То есть, человек, живи полной жизнью, это дано тебе Богом. И если человек ест и пьет, если он изведал счастье в трудах, он только что сказал, что его не бывает, оказывается, бывает, то это дано ему Богом. В нас есть расток вечности, и счастье нам дается Богом, нам только его не проглядеть. Уже неплохо. Узнал я, что всякое Божье дело пребудет вовек, и к нему не прибавить, от него не отнять. Бог делает так, чтобы его боялись. Вот. Человеческие дела все временные и ничтожные, да? А Божье-то навсегда. Значит, счастье это может быть и в том, чтобы принять именно Божий труд на себя, именно его исполнять, и он тогда будет надолго. Что есть, то и было раньше, и что будет, уже было, и Бог возвратит прошедшее. Можно понять, Бог возвратит прошедшее, как то, что бесконечно все будет повторяться. А может быть. Смотрите. Эти слова иногда понимают, как указание на день суда. То есть, все мимолетно. Человек пытается установить свой порядок. Человек хочет сделать так, чтобы всегда там была то Российская империя, то Союз Советских Союзалистических Республик, то Российская Федерация. Не бывает. Все временно все проходит. И повторяются события. А вот Бог что-то создает, и оно остается. И тогда, может быть, то, что прошло, вернется каким-то образом, вернется с чем? Вот тем счастьем, которое человек пережил. Тем, что он ценного нашел в этой жизни. Может быть, вот это все текучее, зыбкое. Если оно от Бога, и оно к Богу вернется, может быть, оно и содержит зерно этой самой вечности. Может быть, зерно вечности, да? Вложил сердца их и вечность. Оно присутствует в этой жизни, и мы, проживая эту жизнь, эту вечность, открываем в себе? Мне кажется, я так понимаю, экклезиаста, может быть, я ошибаюсь. Еще я видел под солнцем место правосудия, и там беззаконие. О, да. Место справедливости, и там злодей. Увы. То есть, в мире нету окончательной правоты, да? В мире извращается правосудие. Мы много раз в Библии видим призывы к тому, чтобы это прекратить, но это, к сожалению, не прекращается до наших дней. Сказал я себе, и праведника, и злодея будет судить Бог, ибо есть свой срок всякому делу и событию. Значит, есть и высшая справедливость, относительно и нет. Но высшая есть. И сказал я себе, а что до людей, то Бог испытывает их, чтобы показать им, что они сами по себе лишь скот. Одна очередь ждет людей и животных, умирают и те, и другие. Дыхание у тех и других одно, и ничем человек не лучше животных, ибо все пустое. Вот вам и дарвинизм в чистом виде, да? Человек – то же самое животное, только поразумнее прочих. Потому что тоже умирает, его жизнь тоже конечна. И только Бог делает человека чем-то большим, чем разумное животное. Все уходит туда же, из пыли земной все явилось, и все возвращается в пыль. Ну, вот мир материален, и, соответственно, материя распадается. Кто знает, возносится ли дух человека вверх, и нисходит ли дух животного вниз, в землю? Вот тоже слова, над которыми мы много думаем. Умирает живое существо. И что, человек и животное, они по-разному устроены? Вот, кто знает, как после смерти мы ничего не знаем. Мы знаем только, что здесь и сейчас человек – это то же самое животное. Если в нем нет ничего от Бога, то он от других животных ничем и не отличается. И вдруг такой вывод. И понял я, что нет для человека ничего лучше, чем наслаждаться своими делами. Это его удел, ибо кто покажет ему, что будет после него? Это что, такой примитив? Вот наслаждаться, есть, пить, веселиться, наложниц брать себе? Не совсем наслаждаться своими делами. Наслаждаться тем, что ты делаешь. Мне кажется, эту мысль очень хорошо сформулировал довольно известный человек Стив Джобсон. Он сказал в одной своей речи, что если ты слишком много дней просыпаешься с мыслью, что ты не хочешь делать то, что тебе предстоит сегодня делать, смени работу. Ты не на той работе. И он говорил о том, что нужно человеку именно наслаждаться своими делами. То есть, делать что-то такое, что ему приносит удовольствие. Что для него осмысленно, что ему дает мудрость, радость, веселье и все прочее. Понимая, что после его смерти все это может быть разрушено. Понимая, что может быть вот сам миг созидания, сам миг твоего труда для тебя может быть радостен. А может быть наказание. Мах опять на эту работу тащится, когда уже я сдохну. То, что многие люди периодически себе говорят. Ну и да, вот и тратить на эту жизнь, на эту жизнь это очень глупо. Человек, живи тем, что у тебя есть. Присматривайся к тому, что вокруг тебя. Находи радость в том, что ты делаешь. А если не находишь, значит делаешь что-то не то. Вот краткий итог 30 главы, как я его увидел.